Безусловно, главной политической новостью стало предложение Тукаева провести досрочные президентские выборы с изменением срока полномочий. Моя коллега Полина Булава поинтересовалась мнением эксперта. Полина, добрый вечер, и тебе слово. Спасибо, Аскар. Добрый вечер. Новость волнительная, ведь выбрать президента нам всем предстоит уже этой осенью. Для чего это нужно и что это даст, поговорим с доктором политических наук Жомартом Симтиковым. Добрый вечер, Жомар Кудайбергенович. Здравствуйте, Полина. Пожалуйста, присаживайтесь. Жомар Кудайбергенович, вот скажите, как вы считаете, почему президент принял такое решение ограничить мандат президента одним сроком и продолжительностью в 7 лет? Да, уважаемые коллеги, президент, наш президент, мы никогда не должны забывать, что он опытный международник, знающий мировой опыт, хорошо изучающий мировые системы развития. И в то же время, как Казахстан в дальнейшем должно развиваться. В связи с этим принял такое политическое решение, и общество, по идее, должно восприниматься. С одной стороны, есть много таких государств, которые развиваются, как Казахстан. И в связи с мировым опытом и тенденцией изучая, принял такое решение. А какие изменения повлечет за собой предложение Касамжемарта Тукаева? Касамжемарта Тукаева, вот эта стратегическая задача, которая поставлена перед государством, которая повлечет за собой, многое поддержит. Вот это предложение, который, вот один срок, не более семи лет, вот этот срок для того, чтобы для развития, для полноценного развития Казахстана в настоящее время, это как раз нужно и надо. В связи с этим осенью, надеюсь, что среди населения будет этот вопрос обсуждаться определенное время, и потом в дальнейшем будут развиваться политические тенденции относительно партстроительства и государственного системного управления. Спасибо. Мы с вами еще не прощаемся. Оскар? Да, Полина, у нас будут еще вопросы к нашему спикеру, и мы вернемся к этому чуть позже. Спасибо.